привет 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 всем моим зрителям всем моим подписчикам всем моим друзьям огромный привет в этом видео я бы хотела вам показать все свои покупки которые я сделала когда была в россии все сувенирчики все покупочки подарочки и тому подобное я была в питере в москве в июле 2015 года мне очень понравилась поездка я хотела бы еще туда съездить и в москву и в питер скучаю мне очень понравилось и так мы начнем с магнитиков магнитики я обожаю то есть стала обожать как только первый раз решилась купить тут же стала обожать покупать магнитики в общем первый магнитик питера из питера вот такой такой магнитик тут и медный сальник и эрмитаж название города и позорище я не помню называется этот храм но я напишу в аннотациях так питер питер из питера еще один магнитик это Клод Моне уголок сада в Монжероне 1876 год мне понравилось это магнитик этот очень и я решила его приобрести кстати этот магнитик идет вместе как три магнитика в одной упаковке я не помню уже сколько это стоило но очень такие привлекательные и примечательные магнитики на памяти друзьям и себе вот это у меня висит мне понравилось мой миленький Клод Моне что еще Москва вот этот магнитик и вот этот магнитик мне очень понравились они такие классные матрешки самовары это для себя у нас на холоднике висит классные такие магнитики прикольные мне нравятся они такие выпуклые ну естественно друзьям и родственникам тоже кучами привезено вот такой магнитик Клемль ну понятное дело то есть это Тропавский собор вот мы туда кстати заходили куда мы еще заходили туда куда не каждый заходит это большой театр естественно хоть что-нибудь из большого театра хотели привезти цены конечно адские это ужас пироженка какая-то вонючая как из столовой тысяча рублей там и в общем не понятно что происходит с ценами вот ну на такой магнитик решили раскошелиться ну ничего такой прикольный магнит висит на холодильнике я не знаю я бы шрифт поменяла на их месте очень непрезентабельный или вообще бы убрала и рамочка эта золотая тоже дурацкая ну в принципе висит у нас на холодильнике так что еще из Москвы ага мы закончили с магнитиками вот и я привезла очень много альбомов и книг из Москвы из Питера тоже альбомов и книг и даже DVD привезла вот первая книга это вот это вот Покровский собор то есть Петропавловский собор на Красной площади мы туда заходили кстати вход стоит каких-то денег я думаю вход бесплатный но вход стоит денег что хочется сказать очень подробное описание если захотите купить то такую книжку хорошая книжка я довольна так что еще из Москвы вот и такая общая более общая книжка о Москве не только Петропавловский собор а вот просто Москва и Москва тоже там же в этом же колодке купили в том же магазине сувенирном который был на Красной площади я не помню сколько стоило не очень дорого наверное не знаю так теперь Питер из Питера вот такая общая книжка к этой книжке еще было DVD еще карта города тоже хорошая книжка иллюстрации очень приятная такая замечательная что тут есть про Распутина про Аполлонов вот про Эрмитаж конечно же вот такие панорамы Васильевский остров панорама города в общем классно мне понравилось так об Эрмитаже коротко ну как коротко об Эрмитаже архитектура и коллекции Эрмитаж конечно поражает воображение в очереди стоять не пришлось к счастью купили билеты в интернете абонемент на посещение всех музеев двухдневный билет ну вот я не понимаю как он может быть двудневный потому что ничего вы не успеваете ничего там огромный во-первых сам Эрмитаж огромный главное здание потом еще главный штаб туда входит потом дом Петра Первого туда входит то есть музей дворец Меньшикова императорский фарфоровый завод еще еще там разные объекты туда входят как можно за один абонемент это все успеть непонятно за два дня еще это причем эти объекты рассыпаны по всему городу ничего ты понять не можешь пока разберешься это google maps надо и все такое в общем такое дело ну так дальше Санкт-Петербург история и архитектура вот такая еще книжка ну что я могу сказать если вы берете вот эту Санкт-Петербург и пригороды то это наверное не надо потому что они примерно одинакового содержания только иллюстрации может быть разные чуть-чуть ну не знаю что вам сказать ну вот как то так вот это книжки очень много книжек так что еще привезла вот это естественно из Питера такой чашечка привезли еще намного больше чашечек вот это спасано крови Исаакиевский собор я вспомнил Спасано крови естественно обелиск на площади я сейчас волнуюсь ничего не помню Санкт-Петербург хорошая чашка стоит для красоты я из нее не пью как из всех остальных так что еще из Москвы привезли это вообще такая матрешка я ее увидела я сразу в нее влюбилась она очень красивая вот и стоила она так же очень красиво стоила очень много в ней естественно есть еще много маленьких матрешечек вот сколько именно я не помню вот матрешечка такая и там еще внутри и внутри это все удовольствие стоило несколько тысяч рублей то ли три тысячи то ли две тысячи я уже не помню ну в общем дорогое удовольствие ну она теперь замечательно украшает собой сервант и такая красивая она кстати не покрыта лаком нам говорили что настоящая матрешка не покрывалась лаком и написано что это все ручной работы вот какая-то Трофимова это делала вот Трофимова надеюсь что вам видно ну в общем такая очень красивая матрешка кстати эти матрешки были эти матрешки были в разных расцветках мы взяли голубую но там была и розовая и такая фиолетовенькая и по-моему синяя я не помню какие расцветки но разные расцветки то есть примерно такой же рисунок а вот эта окантовка вся она другого цвета очень красиво так что еще я не знаю почему но мне приняло купить именно в Москве именно на Измайловском рынке чашу тибетскую я не знаю зачем но тибетскую чашу я приобрела она тоже стоила 3200 или 2500 я не помню но она звенит красиво в общем как нам было сказано продавец сказал чаша сделана из сплава там сколько-то десятков металлов и она звучит по-особенному и она там лечит если вы ставите ее там на больной орган там лежа или сидя ставите на больной орган и ударяете то она вас лечит своими вибрациями если у вас несколько чаши большие и маленькие и глубокие то это все тело преображает в общем я давно хотела такую чашу и почему-то именно в Москве на Измайловском рынке я решила ее купить ну потому что она мне показалась настоящая тут внутри знак ОМ только он не индийский а тибетский я не знаю какой может быть вы знаете вот такой знак ОМ в общем тоже она в принципе стоит для красоты поначалу ударяли по ней но сейчас уже особо не ударяем что еще что еще что еще на том же рынке Измайловском удалось найти настоящие Павлова посадские платки то есть это вот настоящая шерсть стопроцентная и вот эти узоры знаменитые ну в общем красота именно этот платок он среднего размера не самый большой и не самый маленький если я правильно помню то это полтора на полтора я не помню размера но узор называется морозка и я его обожаю я его ношу как шарфик в общем красота я очень довольна вот кстати пакетик такой дали на Измайловском линке опасайтесь подделок вот такой пакетик дали у них сайт и все такое вот что еще что еще точно такой же то есть не точно такой же другой узор но тоже платок это для моей мамы другого цвета немножко вот такой узор как сказать вот такой узор узор называется классический и на каждом платке написано название кто придумал этот узор вот например вот я вам могу показать бирочку вот бирочка тут написано классический узор название узора и кто автор рисунка Додонова Ирина я набирала в интернете Додонова Ирина и там есть и фотографии ее и в общем очень интересно оказывается можно увидеть людей которые своими руками все это выдумывали придумывали естественно шитье уже машинное уже вручную это все не делается и тем не менее настоящая вещь настоящее ощущение прикосновения к чему-то стоящему на самом деле что еще я вам хотела показать на этом мои сувенирчики закончились и покупочки и хотела вам пожелать хорошего дня хорошей недели сегодня когда я снимаю это видео это пятница поэтому хочу пожелать хороших выходных и вообще всего доброго и я увижу вас в следующих видео комментируйте ставьте лайк подписывайтесь на мой канал пока 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 Субтитры подогнал «Симон»